В Москве состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с министром спорта России Виталием Мутко. Обсуждены вопросы всесторонней поддержки физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарии, расширения сети физкультурно-оздоровительных учреждений. В 2014 году сдано в эксплуатацию шесть таких объектов. В настоящее время на территории республики строятся еще четыре. Юрий Коков и Виталий Мутко высказались за создание необходимых условий для развития массового спорта и одновременно подготовки спортсменов высокого уровня. Нальчикская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода тепловоза с путей. Напомним, ЧП произошло 15 июня недалеко от железнодорожного переезда по улице Калюжного. Вагоны со стройматериалами двигались по одному из тупиковых подъездных путей, где должны были совершить остановку. Однако многотонная махина сбила заграждение и проехала около 50 метров по грунту. В результате разрушенной оказалась часть железнодорожного полотна. Серьезные повреждения получил и сам тепловоз. Машинист не пострадал. Причины сейчас устанавливаются. Результаты проверки транспортная прокуратура обещает огласить в конце недели. Две российские авиакомпании вводят невозвратные тарифы, передает и Тартас. Перевозчики обещают, что новшество позволит пассажирам летать дешевле. Изменения в правила применения тарифа вводятся из-за вступления в силу поправок к Воздушному кодексу. Авиакомпания Аэрофлот переводит тарифы бюджет и промо в невозвратные. Также поступает и Трансаэро с тарифами промо, туристический и дисконт. Курорты Северного Кавказа возьмут шефство над памятниками Великой Отечественной, расположенными в регионах СКФО, сообщила пресс-служба корпорации. Программа будет реализована в рамках подготовки к празднованию в следующем году 70-летия Великой Победы. Намечена реконструкция памятников, а также благоустройство прилегающих территорий. Работы планируют вести вместе с ветеранскими организациями. Напомню, в годы войны на юге страны прошла серия ожесточенных сражений, названная впоследствии битвой за Кавказ. А в Приэльбрусе располагался самый высокогорный фронт Второй мировой. Жильцы многоэтажек Кабардино-Балкарии теперь будут платить за отопление равными долями в течение всего года. Решение об этом приняли в Госкомитете КБР по энергетике и тарифам, сообщила пресс-служба ведомства. Норма вступает в силу с 1 июля и распространяется на жителей многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Ранее потребители оплачивали услугу лишь в отопительный сезон с октября по апрель. Добавлю, что по закону все многоэтажки должны быть оборудованы счетчиками. Если их нет, то уже с января будущего года жильцы станут платить по повышенным тарифам, которые будут расти каждые полгода. Прощание со школой – событие, которого ученики ждут 11 лет, а наконец дождавшись льют слезы, понимая, что детство закончилось. Сегодня во взрослую жизнь вступают более 6 тысяч вчерашних 11-классников республики. Ну а пока в школах идут последние приготовления к проведению выпускных балов. Церемония прощания со школой начнется в 22 часа и праздновать будут до 6 утра. Бывшие школьники по традиции вместе встретят рассвет. Считается, что это символ начала новой жизни. В церемониях вручения аттестатов будут участвовать работники Республиканского Миноборнауки, которые сегодня разъедутся по районам, чтобы поздравить выпускников. И напоследок о спорте. Борец из нашей республики добыл бронзу чемпионата Европы в Польше. На юниорском первенстве третье место в весовой категории до 60 кг завоевал борец греко-римского стиля Жамбулат Локьяев, предает Рия Кабардино-Балкария. В финале наш земляк одержал победу над представителем сборной Хорватии, однако уступил лидерство спортсменам из Армении и Франции. И пока это все, увидимся в следующем часе. Я приветствую всех, кто встречает Новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. В Москве состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с министром спорта России Виталием Мутко. Обсуждены вопросы всесторонней поддержки физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарии, расширения сети физкультурно-оздоровительных учреждений. В 2014 году сдано в эксплуатацию шесть таких объектов. В настоящее время на территории республики строятся еще четыре. Юрий Коков и Виталий Мутко высказались за создание необходимых условий для развития массового спорта и одновременно подготовки спортсменов высокого уровня. Нальчикская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода тепловоза с путей. Напомним, ЧП произошло 15 июня недалеко от железнодорожного переезда по улице Калюжного. Вагоны со стройматериалами двигались по одному из тупиковых подъездных путей, где должны были совершить остановку. Однако многотонная махина сбила заграждение и проехала около 50 метров по грунту. В результате разрушенной оказалась часть железнодорожного полотна. Серьезные повреждения получил и сам тепловоз. Машинист не пострадал. Причины сейчас устанавливаются. Результаты проверки транспортная прокуратура обещает огласить в конце недели. Две российские авиакомпании вводят невозвратные тарифы, передает и Тартас. Перевозчики обещают, что новшество позволит пассажирам летать дешевле. Изменения в правила применения тарифа вводятся из-за вступления в силу поправок к Воздушному кодексу. Авиакомпания Аэрофлот переводит тарифы бюджет и промо в невозвратные. Также поступает и Трансаэро с тарифами промо, туристический и дисконт. Курорты Северного Кавказа возьмут шефство над памятниками Великой Отечественной, расположенными в регионах СКФО, сообщила пресс-служба корпорации. Программа будет реализована в рамках подготовки к празднованию в следующем году 70-летия Великой Победы. Намечена реконструкция памятников, а также благоустройство прилегающих территорий. Работы планируют вести вместе с ветеранскими организациями. Напомню, в годы войны на юге страны прошла серия ожесточенных сражений, названная впоследствии битвой за Кавказ. А в Прельбрусе располагался самый высокогорный фронт Второй мировой. Жильцы многоэтажек Кабардино-Балкарии теперь будут платить за отопление равными долями в течение всего года. Решение об этом приняли в Госкомитете КБР по энергетике и тарифам, сообщила пресс-служба ведомства. Норма вступает в силу с 1 июля и распространяется на жителей многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Ранее потребители оплачивали услугу лишь в отопительный сезон с октября по апрель. Добавлю, что по закону все многоэтажки должны быть оборудованы счетчиками. Если их нет, то уже с января будущего года жильцы станут платить по повышенным тарифам, которые будут расти каждые полгода. Прощание со школой – событие, которого ученики ждут 11 лет, а наконец дождавшись льют слезы, понимая, что детство закончилось. Сегодня во взрослую жизнь вступают более 6 тысяч вчерашних 11-классников республики. Ну а пока в школах идут последние приготовления к проведению выпускных балов. Церемония прощания со школой начнется в 22 часа и праздновать будут до 6 утра. Бывшие школьники по традиции вместе встретят рассвет. Считается, что это символ начала новой жизни. В церемониях вручения аттестатов будут участвовать работники Республиканского Миноборнауки, которые сегодня разъедутся по районам, чтобы поздравить выпускников. И напоследок о спорте. Борец из нашей республики добыл бронзу чемпионата Европы в Польше. На юниорском первенстве третье место в весовой категории до 60 кг завоевал борец греко-римского стиля Жамбулат Локьяев, предает Рия Кабардино-Балкария. В финале наш земляк одержал победу над представителем сборной Хорватии, однако уступил лидерство спортсменам из Армении и Франции. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. До завтра и удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин